Автор таких песен, как «Ты скажи мне, вишня», баллада о матери, яблони в цвету Евгения Мартынов скончался при загадочных обстоятельствах в возрасте 42 лет. 3 сентября 1990 года популярного певца и композитора нашли в подъезде не своего дома в бессознательном состоянии. В странной позе родной брат артиста Юрий Мартынов до сих пор не может смириться со смертью Евгения. Он пытался восстановить события последнего дня жизни Евгения. Несмотря на то, что стены не только подъезда, но и лифта были в крови, никакого расследования не проводили. Официальная версия смерти Мартынова «Сердачная недостаточность». Когда обнаружили певца, то скорую вызвать не спешили, решили, что он просто пьян. Медики приехали только через 40 минут, и было уже слишком поздно, друг. И соавтор Мартынова поэт Андрей Дементьев считает, что смерть композитора была естественной, а причина столько неожиданного ухода природная ранимость. «Он очень близко к сердцу принимал все», — сказал Дементьев в фильме Первого канала Евгения Мартынов. «Ты прости меня, любимая». Пик популярности Мартынова пришелся на 70е. Он был любимым композитором и исполнителем, зарабатывал огромные по тем временам деньги, и как певец и как автор, получая отчисления. Лев Лещенко вспоминает сейчас, что в то время, когда средняя зарплата составляла около 120 рублей, Мартынов мог получить в месяц авторских и прочих гонораров до 30 тысяч. Евгений Мартынов выпивал, но мало кто из его окружения мог назвать его алкоголиком. По словам друзей и коллег, композитор был добрым и наивным человеком, легко и много давал в долг, и никому не мог отказать в компании, и дружбе Мартынов был все в один раз женат. Он встретил девушку своей мечты, когда ему уже было 30, а ей все 18. Они прожили счастливо все во 12 лет. Вдова Мартынова Евелина до сих пор вспоминает последние дни рядом с мужем. Спустя 6 лет она снова вышла замуж, а поздно всегда уехала в Испанию. Сын Мартынова Сергей занимается бизнесом, собирается жениться на Испанке, но безумно гордится своим отцом и знает все его песни наизусть. Клэс Поуст 482 662 подписчика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!